Микс Ньюс. Всем добрый день. Радио Микс ФМ 127 в студии Олег Пека. И сегодня мы поговорим о спорте, о новых возможностях занятия спортом в нашем городе. Потому что в Риге открывается, уже открылся 19 сентября современный центр пляжного спорта и развлечения нового формата. Это Паумс Бич Клаб. И сегодня в нашей студии владелица девелопер проекта Паумс Бич Клаб Олег Манджа. Здравствуйте, добрый. Добрый день, здравствуйте. Ну и, наверное, сразу, конечно, вопрос о том, где расположен, какие традиции сохраняет Паумс Бич Клаб, поскольку это место многим известно как Бразилия. Да, совершенно верно. Это место известно всем как Бразилия. Но мы в нашем проекте Паумс Бич решили сделать все немножко по-другому. Конечно же, в этом центре остался тот пляжный волейбол, по которому известна всем Бразилия. Но наша дальнейшая история связана больше с развитием многофункционального фитнес-центра, в котором, конечно же, останется всеми так любимый в Риге пляжный волейбол. Но пляжный волейбол и то место, где вы будете заниматься волейболом, мы немножко изменили. Мы привезли туда новый песок, который не пылит, который имеет очень интересную фракцию. И мы очень надеемся, что рижане оценят наши вот эти вот усилия и будут приезжать и наслаждаться игрой на таком приятном песке. Что изменилось еще в нашем комплексе, то есть у нас появилась новая вентиляция, и мы постарались также в этом центре сделать так, чтобы любой пришедший туда спортсмен, либо спортсмен с друзьями, либо семьей могли на самом деле наслаждаться и проводить время в полном комфорте. То есть мы добавили в наш центр соляную комнату, сауну, и непосредственно, занимаясь спортом, вы можете пользоваться этими всеми услугами бесплатно и проводить время в удовольствии. Но есть в Латвии несколько такого рода заведений. То есть я понимаю, что ваше отличие в том, что вы более, можно сказать, более многофункциональны. Да, совершенно верно. Мы также сделали эту площадку даже больше, наверное, с точки зрения того, что на ней не только можно заниматься спортом, а можно также организовывать и проводить мероприятия как для компаний, так или друзей. Мы поставили огромный монитор прямо в самом здании, на котором можно и на котором мы планируем транслировать все знаковые события, как из мира волейбола, так и спортивные события, и постарались сделать так, чтобы это место стало местом протяжения для всех тех, кто любит проводить время в компании развлечениями и, собственно, занимаясь спортом. То есть это не обязательно должны быть профессиональные спортсмены, любители? Конечно, конечно. Любой желающий, кто любит просто-напросто находиться на песке с мечом и проводить свое время, ну, мы, как это говорим, постоянно под пальмами и при температуре плюс 25 градусов, не только воздуха, но и песка, пожалуйста, мы всех приглашаем, мы будем рады видеть. То есть это даже возможно проводить в ваших помещениях какие-то корпоративные мероприятия? Да, совершенно верно. Помещение позволяет делать корпоративные мероприятия, и количество людей, которые может себя вместить, ну, я думаю, что порядка тысячи человек свободно там вместятся. То есть большие компании даже могут тоже абсолютно спокойно? Конечно, конечно. То есть большие компании могут делать, и для этих компаний будет и место для того, чтобы потанцевать, позаниматься спортом, в том числе и где-то покушать. Есть открытое кафе, в котором можно все это организовать, делать. То есть кафе тоже работает? Да, кафе тоже работает, находится в комплексе, и, как я говорил, то есть мы постарались сделать так, чтобы человек, пришедший к нам, там спокойно мог провести до двух часов времени, не задумываясь о том, где ему поесть, что ему поделать и с кем, собственно говоря, находиться в компании. Я так понимаю, что еще одно направление – это возможность организовать там какие-то концертные мероприятия. Да, мы тоже думали на эту тему, мы понимаем, что в Риге на сегодняшний момент есть ограниченные предложения в данном направлении, поэтому мы площадку строили и проектировали именно исходя из возможности проведения, в том числе и концертных каких-то мероприятий, наверное, небольшого масштаба, но, опять же, там до тысячи человек это возможно делать. Пляжные виды спорта, поскольку вот в Латвии до последнего времени вообще был достаточно очень короткий такой вот пляжный сезон, и, конечно, очень многие страдают, можно сказать, от невозможности заниматься пляжными видами спорта, уже начиная там с сентября, понятно, что это мокрый песок, холодно. Вот насколько вы видите потенциал увлечения людей пляжными видами спорта, учитывая, что это теперь доступно в любое время года? Ну, для нас, наверное, Латвия и Рига уникальная страна, да, то есть благодаря результатам выступлений профессиональных спортсменов в этом виде спорта, да, то есть, как мы все знаем, большая популярность пляжного волейбола, да, и очень много детских школ волейбольных, то есть очень много детей занимается, и мы, в принципе, считаем, что это направление будет развиваться, и количество детей, и в том числе взрослых, которые занимаются пляжным волейболом, будет расти. Поэтому, наверное, количество площадок, которые на сегодняшний момент есть в Риге, оно еще не достигло своего предела, и будут еще открываться новые площадки. У нас тоже есть один из проектов в районе Каугури, соответственно, это район Юрмала, где мы также рассматриваем возможность строительства еще одного центра пляжного волейбола. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии Олег Манджа, владелец и девелопер проекта Палмс Бич Клаб, уже с 19 сентября на улице Муку Пурва 1С, это около Ульмана Гатвы, открылся новый центр пляжного спорта и развлечений Палмс Бич Клаб. И я понимаю, что и дети тоже, да, могут спокойно заниматься? Да, конечно, то есть мы рассматриваем этот постами, да, но, соответственно, понимаем, что пляжный волейбол популярен, ну и вообще это как многофункциональный центр, приходите не только сами, но и приводите своих детей и друзей. Будем рады видеть всех и найдем точно занятия для каждого из вас. Кроме пляжного волейбола, какие еще вот виды спорта, возможно, ну вот чем можно заниматься в вашем центре? В нашем центре можно заниматься абсолютно всеми видами спорта, связанными с песком, да, это пляжный футбол, соответственно, пляжный теннис. Можете приходить даже заниматься фризби, питангом, всем, чем хотите. То есть мы рады будем вас видеть и предложим вам возможность заниматься любым из видов спорта на пляже. Да, вплоть до того, чтобы приходите, посидите на песочке, попейте коктейль, посмотрите какую-нибудь трансляцию и просто проведите время в хорошей обстановке со своими друзьями, которые в этот момент будут играть в волейбол. Либо будут заниматься детьми. Рады будем видеть всех. Скажите, время работы, какие дни недели, в какое время? Мы открыты с 8.30 каждый день до 23 часов. Замечательно. Ну и действительно, какие планы в дальнейшем развивать, может быть, в Латвии культуру пляжного спорта? Я понимаю, что на этом вы еще не останавливаетесь. То есть вот Каугури – это следующий какой-то проект. Да, совершенно верно. В нашем клубе Палсбич мы сейчас открываем волейбольный кластер. Через некоторое время планируем открыть многофункциональную историю с фитнесом, который будет в себя включать множество направлений в фитнес-индустрию. И надеемся, что наш центр станет реально поистине многофункциональным и будет одним из лучших рекреационных центров для жителей Риги. Скажите, вот ваш личный опыт, каким образом связан именно с пляжными видами спорта? Вот конкретно, может быть, это сыграло роль увлечения в ваше личное? Ну, я очень давно связан с индустрией спорта. И мы на самом деле видим очень большой потенциал, связанный ровно с тем, что Рижане и латвийцы очень любят заниматься физической активностью, ну и, соответственно, спортом. И если сравнить с другими странами, то есть процент занимающихся в Латвии очень большой. И мы считаем, что количество людей, занимающихся, будет расти. И, по сути дела, люди любят заниматься спортом, им это нужно. Поэтому мы будем развиваться вместе с Рижанами в этом направлении, и будем предлагать им все большее количество услуг в области спорта, физической активности. И будем делать так, чтобы тот сервис, который мы предлагаем, он был на высоком уровне, и Рижане хотели к нам возвращаться. Скажите, как это происходит на деле? То есть, например, нужно ли собирать обязательно компанию, или человек может в одиночку прийти? Нужно ли приобретать какие-то абонементы, или можно будет, например, разовое посещение? Какие здесь могут быть? Ну, конечно же, любой может приехать, если он приедет один и захочет поиграть. Инструктора Панцбич составит ему компанию, если даже он будет один. Вы можете приезжать, то есть не надо платить заранее, то есть вы можете приезжать и не быть членом клуба, а приезжать и арендовать один час, два часа, то есть как вам удобно. Сейчас мы работаем по этой системе, и будем рады видеть любого нашего потребителя и, собственно говоря, человека, который хочет заниматься спортом. Насколько отношения отличаются к спорту Латвии в России? То есть насколько в России, например, популярны пляжные виды спорта, насколько там это все-таки... Мы славимся своими песчаными пляжами, и, конечно, здесь это очень распространено. Вы знаете, наверное, я так скажу, отличия практически никаких нет, люди везде одинаковые. Но рижане и, наверное, латвийцы, они отличаются тем, что вы знаете и чтите своих спортсменов. То есть те олимпийские медали, которые завоевывают ваши спортсмены, вы знаете своих спортсменов в лицо, и реально, то есть вы гордитесь ими. В России тоже ими гордятся, их знают, но, наверное, уровень знания чуть меньше. Ну, поэтому мы, собственно говоря... А с пляжным видом спорта вообще очень пляжный, как бы пляжный волейбол, спорт номер один, наверное, у вас после хоккея. Но все равно это ваш спорт, потому что такого количества пляжей, которые есть у вас, нет, наверное, нигде, и поэтому... Ну, это поистине спорт ваш. Из европейских стран. Насколько песок такой специфический, действительно, специфическое покрытие, которое дает какую-то особенность в видах спорта, например, в теннисе? Знаете, среди волейболистов есть такое, как бы, поверье, если волейболистам нравится песок, то они будут приезжать именно к вам. Поэтому мы в Ползбич постарались найти и привезти тот песок, который не пылит, и, собственно говоря, это достигает специальной фракции, и он реально не пылит. То есть мы очень надеемся, как я сказал в самом начале, что спортсмены и любители поистине оценят вот эту нашу, как бы, задумку, этот шаг, и верим в том, что наш песок будет одним из лучших песков в Риге. Ну что же, пожелаю вам действительно удачи, и я напоминаю, что новый клуб открылся на улице Муку Пурва 1С, это возле Ульмани Гатве, на месте вот бывшей Бразилии, и у нас сегодня был Олег Манджа, владелец и девелопер проекта Палмс Бич Клаб. Большое спасибо вам. И вам спасибо большое. Приглашаем всем к нам в Ползбич. До свидания.